Добрый день, дорогие друзья! Все чаще звучат вопросы по поводу прививок. Говорят, ну как же, прививку сделаешь и будет аутизм. И практически аутизм уже приравняли к слову прививка. И большинство родителей считают, что аутизм у их ребенка наступил из-за прививки. Давайте сегодня все расставим по своим местам. Разделим прививки и разделим аутизм. Разделим другие заболевания, другие проявления. Я все-таки за то, чтобы делать ребенку прививку. Все мои дети привиты. Почему? Потому что сегодня очень много заболеваний, которые сваливаются на голову. Приезжают в Беларусь европейские игры. Приедут люди из огромного количества стран. И они привезут с собой свои инфекции, свои заболевания. И это все ляжет здесь, на территории. А люди не готовы это все принять, увидеть и пережить. И та же самая корь, которая тоже прививается, пришла и люди болеют ею. А можно этого избежать? Зачем? Зачем рисковать здоровьем своего ребенка? Как правило, родители-то сами привиты. Их родители в свое время привили. А своих детей они пытаются уберечь. Уберечь от чего? Возможно, прививка – это тот случай, который не только помогает избежать заболевания. Но даже когда оно наступает, помогает пройти его через лайт-вариант. Я понимаю, что сейчас это звучит как сумасшествие. Но я вам попробую объяснить, как это выглядит с точки зрения подсознания. Смотрите, тот же самый аутизм. Есть кармическая история у матери. Есть кармическая история у отца. Есть кармическая история у ребенка. И душа ребенка приходит для того, чтобы вот этот вот клубок был отыгран. И ребенок приходит внешне здоровым, все классно. И надо вариант, через который он замкнется, и у него проявится аутизм. И прививка – это всего лишь средство, через которое его душа выбирает прожить этот опыт. Но это не значит, что если ему не сделают прививку, то аутизма или этого заболевания не будет. Это значит, будет другой какой-то триггер, другая какая-то ситуация, которая запустит это заболевание. Потому что оно пришло с кармой. Оно не пришло просто так. Не прививка виновата в заболевании. Заболевание пришло с кармической историей. И давайте разделим. Кармические истории будем рассматривать отдельно, а прививки будем рассматривать отдельно. Прививка – это лишь триггер. Причем вот в нашем опыте есть случаи, когда прививки действительно запускали заболевание и блокировали высшее «я», но потому что такова была карма. И в нашем случае были истории, когда прививку не делали, и это тоже было триггером для того, чтобы запустить аутизм. То есть с какой стороны ни зайди, если по карме должен быть аутизм, значит он будет. А вопрос, каким образом он запустится, и вот когда вы уже эти вещи начинаете осознавать, и осознавать, что кармическая история, она приоритетнее. Она приоритетнее над физическими, психическими и другими недугами. То есть для того, чтобы помочь реально человеку с тяжелым заболеванием, ему не надо пихать быстренько медикаменты, ему не надо быстренько лишать социума, чтобы показать, что типа у меня спрятать, типа у меня такого ребенка нет, как делают многие родители. Надо честно посмотреть себе в глаза и сказать, да, в моей жизни была история. И найти эту историю, перепрожить, переосознать, достать очки осознания, завершить, забрать ресурс, отработать, как я говорю. Отрабатывается кармическая история, после этого она закрывается, ресурс забирается на восстановление физического тела, да, и после этого в жизни начинают происходить чудеса. Представляете, сколько чудес может произойти на той энергии, которая схлопывается из ресурса. И потом, когда уже идет действительно восстановление, потому что есть же период, когда, например, ребенок с аутизмом развивался, да, и у него, да, не была выстроена какая-то, не развита какая-то часть мозга, не были выстроены определенные нейронные связи, были повреждены там нейроны те же самые, еще, 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 там были проявления уже физического плана. На это требуется время, на это требуется работа с информацией. То есть ребенок не воспринимал информацию, его надо загрузить, да, для того, чтобы он начал с момента, когда включается сознание, дальше идет информационная загрузка. И это кусок работы, и этот кусок работы надо сделать. Все, что касается физического информационного плана, надо сделать. Вот, вот и все, и человек поправляется. Но человек поправляется лишь в том случае, когда кармическая история завершена. А вот инфекции, когда приходят, инфекции обладают своим сознанием. Там, как правило, не кармические истории, хотя бывают и кармические истории, когда они тоже не просто так приходят. Вот, но в большинстве своем случаев, в те, которые инфекцией приходят, полиомиелит, тот же самый, он придет, скорее всего, связанный с кармой. А коряна может прийти просто так, или коклюш, да? А зачем вам это? Проще привить ребенка, да? И действительно спать спокойно, что у него это заболевание не разовьется. Семь раз подумайте. На самом деле, прививки – это очень хорошая тема. И у нас есть видео, где мы даже специально, оно выложено в открытом доступе, где мы помогали человеку в Европе, который занимается изобретением основы для прививок. Да, сегодня основа у прививок не очень хорошая. Ни живая основа их, ни синтетическая основа для КДС нехорошая. Через три года будет изобретено лекарство, и мы помогали ему это лекарство изобретать, для того, чтобы у него произошло озарение, для того, чтобы он дошел, и все это случилось немножко быстрее. Это важный момент, и надо, чтобы это случилось. Надо, чтобы прививки были. Вот поверьте мне. Продолжение следует...